В эфире «Губернии 33» выпуск новостей. В студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. О самых значимых событиях региона расскажем прямо сейчас. За минувшие сутки во Владимирской области коронавирусом заразились еще 35 человек. Всего на сегодняшний день в регионе 5333 пациента с COVID-19. Новые случаи заражения зафиксированы в 10 муниципалитетах. В лидерах по суточной прибавке Ковровский район, где 7 заболевших. По 5 новых случаев во Владимире и Александровском районе. 4 в Юрьевпольском, по 3 в Муромском и Собинском районах. По 2 в Кольчугинском, Меленковском, Петушинском и городе Радужном. За последние сутки в регионе 99 человек выздоровели и трое скончались. Во Владимирской области разрешили работать кафе и рестораном. Об этом сегодня сообщил губернатор Владимир Сипягин. Перед подписанием указа заместитель главы региона Александр Ремига провел совещание с предпринимателями. На каких условиях они начнут работу в обычном режиме, расскажет Валерия Пронина. Теперь кафе, бары и рестораны могут принимать посетителей не только на летних верандах, но и в самих помещениях. Владимир Сипягин отметил, что закрытие ресторанов ставит под угрозу работу и бизнесменов, и сотрудников общепита. Несмотря на послабление, предприниматели должны строго соблюдать санитарные нормы. После этого открытия будут очень жесткие меры контроля за соблюдением мер безопасности в этих учреждениях. И это тоже каждый из собственников должен понимать, что он берет на себя ту ответственность, которую предполагает вот это подписание указа. Сегодня заместитель губернатора Александр Ремига встретился с предпринимателями. Они сказали, что веранды не обеспечивают ту прибыль, которую рестораторы получали в основных залах. Летние кафе – это вспомогательный формат. Дистанционная работа веранды, они не в полной мере отвечают требованиям бизнеса. И, конечно, необходимо учитывать, что погода у нас в регионе переменчивая. И, к сожалению, потребители у нас не получают на сегодняшний момент качественную услугу. Как только идет дождь, соответственно, владельцы кафе не имеют возможности пустить потребителей внутрь. К тому же многие рестораторы во время закрытия потеряли хороших сотрудников. Предприниматели просили работников не увольняться, даже несмотря на то, что зарплаты во многих заведениях сократились. Сейчас владельцы кафе и ресторанов надеются, что им удастся восстановить бизнес. В мерах безопасности они не видят сложностей. Главное, чтобы заведения не закрыли вновь. К общепиту всегда были там требования, поэтому здесь все в штатном режиме. Журналы, они там были, куча журналов, которые нужно заполнять. Поэтому здесь все легко соблюдается. Не будет второй волны, но мы выживем, все будет хорошо. То есть, лишь бы не закрыли. Владельцы кафе и ресторанов могли воспользоваться федеральной поддержкой. Компании получали льготные кредиты и субсидии, чтобы погасить долги за коммунальные услуги и выплатить зарплату работникам. Воспользовались все, без исключения компания, кто подавали субсидии. И точно так же те компании, которые заявлялись на кредит по 2%, кредиты были получены. То есть, это существенным подспорьем являлось для осуществления своей деятельности. После открытия многие рестораторы сделают шаг навстречу посетителям. Они планируют предложить скидки, чтобы гости приходили в заведение чаще. Валерия Пронина, Егор Герасимов, Губерния, 33. К другим темам. Владимирскую область снова накроют ливни и грозы. По данным метеорологов, сегодня до полуночи в регионе ожидается значительное ухудшение погоды. Сильный дождь будет сопровождаться грозой. В некоторых районах области может выпасть град. Ветер усилится до 17 метров в секунду. Энергетики и спасатели уже перешли на режим повышенной готовности. Из-за непогоды существует риск возникновения происшествий. В связи с этим все системы жизнеобеспечения взяты под круглосуточный контроль. В случае возникновения опасной ситуации, жители области просят незамедлительно сообщать об этом по номерам 101 и 112. В указанный период времени нужно быть внимательным при выходе на улицу. Автомобили не следует ставить под большими деревьями вблизи широкоформатных конструкций. Также жителям, которые совершают пешие прогулки, необходимо быть внимательным как раз по этим рискам, так как они очень актуальны, велика вероятность падения конструкций каких-то, строительных в том числе, а также широкоформатных конструкций, в первую очередь, конечно, рекламного характера. Кроме того, важно обратить внимание на возможные подтопления территории. Ливневые канализации областного центра не справляются с потоками воды. Хотя власти города утверждают, что за очисткой и ремонтом системы каждый день следят специалисты. Владимирцы жалуются на огромные лужи, которые невозможно обойти. Григорий Кошкин продолжит тему. Во Владимире подтопило десятки улиц. С приходом циклона ливневые канализации города не справляются с таким количеством воды. А во многих районах города их просто нет. Во дворах образовались гигантские лужи. На улице Разина под воду ушли не только дороги, но и тротуары. Во дворе дома номер 28 по улице Разина всегда большая лужа после дождя. Пешеходам просто негде обойти ее, им приходится идти по газонам. Местные жители говорят, что эта лужа 30 лет уже существует здесь, а администрация города ничего не хочет с этим сделать. С торца 28 дома полностью затопила дорогу на въезде во двор. Эта лужа вмещает до 15 тысяч литров дождевой воды. Выяснилось это, когда в прошлый раз ее откачивали сразу 4 коммунальные машины. Сегодня автомобили буквально проплывают по проезжей части. Мешает всем прохожим. Ходить невозможно. Приходится ходить под окнами. Тоже там мнем свой палисадник, который так у нас отняли. Мне 26 лет, сколько себя помню, столько здесь эта лужа всегда и была. Я считаю, что здесь нужно сделать ливневую канализацию. И, естественно, этим должна заниматься администрация города. В мэрии говорят, что устранять последствия стихии на придомовых территориях задачат ССЖ и управляющих компаний. Жители должны обратиться в свою управляющую организацию. И она должна вот это все исправить. Либо сама своими силами как-то сделать, либо пригласить подрядную организацию какую-то. Но вот эта штука не должна продолжаться. Она, смотрите, не только на дороге, на тротуар затопила тоже. Староста дома номер 28 по улице Разина Вера Водопьянова безуспешно пытается осушить лужу, которая находится прямо под ее балконом. Жильцы даже вырыли траншею, хотели увезти воду на газон. Но это не помогло. Ливневку, конечно же, должен сделать город. Потому что денег у нас таких нет. Мы не в состоянии это сделать. У нас на дом денег едва хватает, на нужды дома. Так что это даже нереально. Пока во дворах стоят лужи, мэрия спасает от затопления городские магистрали. Ливневые канализации сделали в четырех самых проблемных точках города. На улице Лакина, Герцена, на повороте с улицы Мира к ДТЮ и возле пединститута на проспекте строителей. Там лужи были постоянно. Сейчас тоже ливневая канализация сделана. Вот по тому участку могу сказать, что там сделано более 250 погонных метров ливневой канализации на проспекте строителей. В особо проблемных местах стоки воды выводят по каналам, встроенным в тротуар. Это ноу-хау владимирских коммунальщиков помогло. Вот каждый день дождя, а лужи-то нету. А то была лужа жатина. А потом по тротуару там лужа была. Там тоже сделали канализацию. Ну, по-моему, две даже сделали. А то лазили вот там вот, или здесь, а теперь красота. Общая длина всех ливневок во Владимире более 150 километров. За их обслуживание и прокладку новых сетей отвечает Владимирводоканал. Ежедневно по графику аварийные бригады чистят ливневые стоки города. Горячая линия работает круглосуточно. Григорий Кошкин и Олег Маньков. Губерния, 33. В регионе на 80% выросло число дистанционных преступлений. Эти данные приводит областная прокуратура. Рост мошенничеств пришелся на самоизоляцию и карантинные ограничения. Именно в этот период жители Владимирской области активно приобретали товары и услуги в интернете и оплачивали их с помощью электронных платежных средств. Раскрываемость преступлений осталась на уровне прошлого года и составила 62%. В условиях пандемии особое внимание правоохранители уделили вопросам качества оказания медицинской помощи, роста цен на лекарства и защите прав медработников. Кроме того, на контроле находились вопросы защиты прав предпринимателей. При осуществлении надзора на данном направлении выявлено более 700 нарушений закона. Принесено 157 протестов, внесено 150 представлений. В взаимодействии с региональным полномочиями по защите прав предпринимателей торгово-промышленной палаты области принимались меры прокурорского реагирования, направленные на обеспечение законности правовых актов, осуществление государственного контроля, оказание финансов и иной поддержки бизнесу. В этом году прокуроры пресекли ввоз мусора из Московской области на Александровскую свалку. Прием отходов был незаконным. Следят прокуроры и за правильностью начисления за вывоз мусора для жителей региона. На территории региона расположено 9 действующих объектов размещения твердок коммунальных отходов. Прокурорам необходимо взять на контроль вопросы исполнения законодательства при переходе на новую систему обращения с отходами, в том числе начисление тарифов за вывоз коммунальных отходов, проверять законность эксплуатации полигонов с высоким заполнением размещениям отходов. Не может проехать скорая. Больше ста жителей деревни Воскресенская и Юрьевпольского района оказались отрезаны от цивилизации. После дождя дорогу к их деревне размывают настолько, что пройти туда можно только пешком. Автомобили вязнут в грязи. Подробности в материале Константина Миронова. Проехать по этой дороге не могут даже полноприводные автомобили. Жители Воскресенского оставляют свои машины в километре от деревни. Там, где заканчивается асфальт. Идут дальше пешком в резиновых сапогах. Без них здесь делать нечего. Многого деревенские у местных властей не просят. Всего лишь подсыпать дорогу щебнем. Даже если бы хватило просто щебня засыпать, и то уже можно бы проехать спокойно. Там не нужен асфальт. Просто щебень обычно, гравий или швак из кочегаров. Такую дорогу. Не надо какого-то мастящего бордюра, асфальта. Это не нужно. Просто швак. Магазина в Воскресенском нет. Продукты людям приходится покупать в Юрьевпольском, а до города 15 километров. В дождь слякать продукты и даже строительные материалы нужно тащить до деревни самим. Ведь машина вязнет в грязи. Накануне один из местных жителей деревни повредил себе ногу, перенося мешок с цементом. Теперь добраться до больницы или вызвать скорую – тоже большая проблема. Внесли вчера с мужем мешок цемента. Он споткнулся, подскользнулся на грязи. Мешок цемента на ногу упал, соответственно. И подозрение на перелом. Сегодня поедем в поликлинику. Еще бы до машины довезти его. Но вряд ли скорая здесь проедет. Проехать нереально. И такие случаи в Воскресенском не редкость. Анатолий Кабушев вынужден просить свою дочь, работающую во Владимире, возить его в больницу в Юрьевпольский. Было, вот падал, да. Вот дочка сегодня отвезла мне на перевязку. Вот сегодня на перевязку отвезла. А пешком я шел назад, самым пешком шел. Тяжело? Тяжело. Ну а что? Приходится. С палочкой приходится. Администрация Юрьевпольского района о проблеме знает. Но ответ у местных властей, как всегда, один. Нет денег. На балансе района 260 километров грунтовых дорог, ремонт которых обойдется примерно в 600 миллионов рублей. А в этом году на эти цели в бюджете всего 21 миллион. Когда нам помогали подрядчики, когда что-то ломали, то есть, ну, мы это делали. На сегодняшний день просто ситуация такая, что... Нечем, да? Нечем. Нечем. Сейчас вот нечем. Мы, конечно, подумаем, что можно сделать. Щебеночный ремонт дороги до Воскресенского администрация района запланировала на следующий год. Но проблему могут решить и раньше. Чиновники пообещали найти варианты подсыпки дороги. Константин Миронов, Егор Герасимов, Губерния 33. Сегодня в администрации области губернатор Владимир Сипягин и директор исполкома национального дельфийского совета Артемий Понявин подписали соглашение о сотрудничестве. В документе прописано, что будет создан специальный цифровой ресурс для проведения мероприятий общероссийского и международного уровня. Также сотрудничество позволит продвигать разработки научно-практического центра дельфийских игр. Обратившись с этой идеей во Владимирскую область, мы получили не только взаимопонимание, но и мощную техническую поддержку и проработку. Мы поняли, что наши идеи полностью сходятся. Более того, с заместителем вашим, с Аркадием Александровичем, мы довольно плотно проработали возможные шаги на перспективу пяти лет. На площадке можно будет в режиме реального времени проводить состязания по различным номинациям народного, классического и современного искусства. Платформа позволит создать не только новые инвестиционные проекты, но и рабочие места. Главное событие стороны наметили на осень 2021 года. Будущее соглашение будет говорить о том, что по взаимодоговоренности в 2021 году осенью мы совместно с коллегами проведем на территории Владимирской области всемирные дельфийские игры. Это предварительная наша договоренность, которая в дальнейшем будет воплощена в реальный масштабный проект. Простая скамейка привела к целому конфликту между жителями многоэтажки. Пенсионерка целый год просила поставить лавочку, но старшая по дому оказалась резко против, хотя у остальных подъездов скамейки уже установлены. Почему жители разделились на два лагеря и к чему привел конфликт соседей, выясняли мои коллеги. А что делать? Надо к чужому идти. Ну пока тепло, а холодно, то я не уйду к чужому подъезду. Каждый шаг дается с большим трудом. Лидии Турковой 84 года. Всю жизнь она помогала людям, работала в медицине. Сегодня поддержка нужна ей. Доктор прописал быть на воздухе 4 часа каждый день. Из-за болезни он Лидии Ивановне необходим. Больше года пенсионерка просит поставить скамейку у подъезда, но старшая по дому против, говорит женщина. Когда она успела собрать против, я не знаю. Да и нету против. Улица Куйбышева, дом 58. 9 подъездов и только у одного нет скамейки. Ситуация на первый взгляд абсурдная, но жильцы уверены, вся загвоздка в управдоме. Она, как и Лидия Ивановна, живет в 8 подъезде. Скамеечный конфликт между ними перерос в настоящий скандал. Она вообще игнорирует работу нашей управляющей компании «Лидер». Она вообще вот не хочет, она не знает. Они приходили поставить лавочку, она развернула все против. Кто против, как против, я не знаю. Как можно быть против, если 36 квартир, 18 на той стороне, здесь лавочка вообще не мешает, которые здесь 18 квартир, кто против? Вот объясните, кто против. В этом списке два десятка подписей. И они от жильцов 8 подъезда. Все высказались за скамейку. Казалось бы, голосование состоялось, но не тут-то было. Выяснилось, что на руках у Лидии Ивановны малая часть голосов. Старшая по дому объяснила. Есть официальный бюллетень и в нем другие цифры. В том году у нас проголосовало против скамейки 74% голосов. И в этом году, это вот буквально мы, потому что поступило опять заявление от жительницы, что ставьте скамейку любым способом и так далее. Мы говорим, ну все-таки решает, наверное, большинство, а не то, что меньшинство. Наверное, меньшинство должно подчиняться большинству. И нужно считаться жителями, которые не хотят видеть около подъезда компании, сборище, окворки, грязь, плевки. Понимаете? Рядом с домом остановка общественного транспорта и много магазинов, где продают спиртное. Молодежь, со слов местных, любит собираться именно тут, на лавочках, особенно по вечерам. Глафира Ильинична устала гонять веселые и шумные компании. Ее квартира на первом этаже. Песни поют, курят, плюют. Полная раковина, полная урна, окурков, не окурков, а банок, склянок. И то ругань, то мать сплошной. Замечания сделаешь они, подворники на что. Они им за это деньги платят, мы поэтому и что хотим, то и делаем. Не раз соседи предлагали Лидии Ивановне помощь. Готовы выносить стул к подъезду. Но пенсионерка возмущена и требует скамейку. Выяснилось, что на табуретке ей сидеть неудобно. Управдом обещала и этот вопрос решить. Купит для Лидии Ивановны хорошее складное кресло. Но скамейку ставить не будут. Борис Пучков, Наталья Забнина и Дмитрий Шаталов. Губерния 33. За звание «Самая красивая деревня Владимирской области» в этом году будет бороться 91 населенный пункт. Конкурс пройдет уже в шестой раз. До конца августа члены оргкомитета побывают во всех заявившихся для участия в смотре селах и деревнях. После этого будет выбран победитель, который получит гран-при в размере 150 тысяч рублей. За первые три места в каждой категории тоже предусмотрены денежные призы. Их, как правило, люди тратят на благоустройство, установку детских площадок и реконструкцию памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. В этом году больше всего заявок на конкурс «Самая красивая деревня» поступило от населенных пунктов Визняковского района. Также традиционно активно участвуют населенные пункты Собинского, Судогодского, Сузыского, Камешковского района. Но самое главное, хочу сказать, что у нас на протяжении уже нескольких лет представлены все районы нашей области. Поэтому никто не остался в стороне, потому что все чувствуют свою ответственность. Экскурсию по музею деревянного зодчества в Суздале проведет актер Виктор Бычков. Он озвучил аудиогид для туристов. Зрителям актер известен по роли егеря Кузьмича из особенностей национальной охоты. В музее уверены, что новый аудиогид станет изюминкой музея деревянного зодчества. Текст написали в народной шуточной манере. Аудиоэкскурсию назвали «Закавыки музея деревянного зодчества». Музей-заповедник решил, что этот аудиогид должен озвучить совершенно особенный человек. Было много вариантов, но мнение было единым. Это должен сделать наш замечательный полюбившийся герой Кузьмич из прекрасных фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки». В музее отмечают, что вместе с аудиогидом туристам выдают одноразовые наушники и гигиенические салфетки. Работу над созданием электронных рассказчиков планируют продолжить, а аудиогид по музею деревянного зодчества в ближайшее время переведут на английский язык. Новый подход к экскурсиям уже оценили туристы из других регионов страны. Очень было интересно, познавательно, весело. С юморком он такой. Я советую, кто просто сюда приезжает, обязательно, чтобы они воспользовались этим. Это стоит того. На сегодня это все новости. Еще больше информации на сайте trc33.ru и в наших социальных сетях. И буквально через пару минут после выпуска новостей смотрите программу «Здесь и сейчас». Ее ведущая Ксения Воронина уже в студии. Ксения, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Какая тема программы сегодня? Мы сегодня поговорим об уникальном медицинском центре, который совсем недавно открылся в Коврове. Мы работаем в прямом эфире. В студию вернемся через пару минут. Не переключайтесь.